white rose магазин впервые приехала в субботу не очень удачно конечно потому что народу видите полно но мне рекомендовали и советовали white rose я вообще-то не была здесь наверное с 2015 года боже больше шести лет давайте посмотрим что здесь хорошего овощи фрукты в принципе я даже и смотреть не буду потому что это все скорее всего то же самое что и везти капуста брокколи брокколи фунт 40 300 грамм 4 67 за килограмм так нет это дороже чем обычно теска здесь сразу целый ряд фруктов овощей а я хочу пойти посмотреть сыр и мясо вы же знаете что я люблю мясо вот давайте тут сразу по моему и мясо началось давайте посмотрим мясо к сожалению пока тут девушка у нас стейки стейки показываю сразу цена за килограмм 40 фунтов 39 фунтов серлиан стейк 21 фунт за килограмм в принципе цены точно такие же да что здесь лучше да и выбор это в общем-то никакого особенно нет вот три за десять это рам стейк опять вот здесь это баранина вы видите стейки из баранина из баранины стейки 35 фунтов за килограмм 9 10 вот такой кусочек еще дороже чем говядина вот еще один бараний стейк а это даже чопс 4 кусочка очень кстати вкусные 8 80 неплохо говорят что мясо барана самая чистая вы знаете потому что он только травку ест хотя я конечно думаю так что и корова травку ест мне что-то как-то так казалось так это порк у нас свининка а нет свинина хотя она и намного дешевле конечно вот он даже есть теперь уже свиной стейк видите свиные стейки стоит 2 80 но я его даже и брать не буду потому что я его много раз пыталась себя обмануть заменить говяжий стейк свиным конечно же из этого ничего не вышло там совершенно не тот вкус и вообще все не то так вот здесь вот у них рыба давайте посмотрим ойстерс 80 пи за штучку а вы знаете что вот это титunks ойстерс меди моллюски они считаются жемчуг — их может встретиться окул так ну и дальше у нас тут скумбрия 599 cm сиба слушайте дороже все намного дороже И вот витринка со свежим мясом Также могу показать вам Даже я, наверное, и зачитывать не буду Вы сами видите Вот опять же эти самые кусочки баранины 20 фунтов и 23 фунта 17 фунтов кусочки И самые дешевые 11 фунтов А вот это вот биштекс То есть биф, говядина Цены 13, 15, 16, 12 В общем, цены разные Вот там вот 30 за сирлен стейк Вы знаете, на удивление, что меня поражает Это цена хвостов Посмотрите, вот там в самом конце Окстейл называется, бычий хвост 7 фунтов за килограмм Вот наравне с этим С ребрышками В общем, посмотрели мы с вами Не знаю, как вас Меня ничего совершенно здесь не впечатлило Давайте дальше посмотрим Посмотрим, посмотрим сыры Мне рассказывали, что в Айтросе Сыры чудесные Давайте посмотрим Вот, пожалуйста, сыры И что тут чудесного? Все, я смотрю Я смотрю и вижу все то же самое Субтитры чудесные Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот я попросила разрезать, сказали пробовать нельзя, потому что щас ковид Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Я пока ничего вообще В свою корзинку решила Добавки неимоверные Я и беру без добавок Ну или я беру сметану Сингл Крем Это вот сливки. Кстати, сколько стоит? Два десять. Ну, такая же цена, как и в Теско. Теско у меня рядом с домом. Поэтому мне абсолютно нет смысла что-то тащить здесь в такую даль. А сюда я приехала. Я приехала, наверное, вы обратили внимание. Вернее, как, я вам расскажу, почему я сюда приехала. Потому что я снимала вам вот этот памятник великому ученице Елизаветы Федоровны. Так, а это у нас рассыпные. Рассыпные. Я обычно беру себе вот это бинска, расфасованную фасоль. Она стоит полкило фунт двадцать. Вот у меня спрашивали, а продается ли у вас гречка. Ну, вот смотрите, что здесь продается. В основном перловка, горох, фасоль, чечевица разная, кускус очень много. И продается. Что-то хотела показать. Что еще-то у нас тут продается. Вот. Вот это что у нас? А, это кускус. Это все тот же кускус. Тоже фунт двадцать. А вот это вот пшеница, да, я так понимаю. Шесть шестьдесят семь за килограмм. С ума сойти, какая дороговизна. Вот опять не готова я. Это расфасованные орехи. Смотрите цену. Ну, и дальше давайте посмотрим масло здесь. Что с маслом? Возможно, здесь масло не пропало. Хотя я обратила внимание, что с маслом, конечно, беда. Нет, здесь не пропало. И даже, смотрите, мое постоянное масло, которое я беру. Мазола кукурузная. Пожалуй, возьму. И так же оливкового масла очень много. Да, странное дело, что все переместилось. Раньше оливковое масло занимало лишь одну полочку. Остальное все было подсолнечное разных видов. А теперь подсолнечное только вот здесь внизу, вы видите, стоит. И выбор невелик. А это дальше опять оливковое. Вот только подсолнечное масло-секция, посмотрите. Да, друзья, что-то с подсолнечным маслом произошло. Это все олива-ойл, оливковое масло. Я, то есть, понимаете, я выяснила то, что я хотела. И я вам показала то, что я хотела. Я даже, вот знаете, настолько привыкла к ТЭСКО, к МНС и к Моррисону, что здесь для меня странно. Совершенно нет украшений новогодних. Хотя во всех магазинах уже давным-давно все украшено к Рождеству. Здесь нет. Так, посмотрите здесь, как интересно. Отдельно все эти пирожные. Вот 6 фунтов вот такие 4 корзиночки. Я этим не увлекаюсь, но я знаю, что любят мои зрители, поэтому показываю. Вот 6 фунтов. 6 малюсеньких корзиночек. И всякие коржи. И еще раз хочу сказать, что выпечка невкусная. Оставляет желать лучшего. Вот этот отдел здесь, выпечка. Именно та, которую делают здесь. Пекут в пекарне, присоединенной к этому супермаркету. Здесь намного дороже цены, посмотрите. Фунт, 2 фунта. 2 фунта вот такие вот. И это как раз то, что, возможно, вы помните, я вам показывала. Вот 3 фунта хлебушек, посмотрите. 3 фунта. Вроде бы смотришь ничего, а разрезаешь, приносишь домой. И получается такая дрянь, что не дай бог. Я иду просто по наитию. Этот магазин я не знаю, не помню. Вот огромная винная секция. Что-то, в которую у меня даже заходить не хочется. Все одно и то же, скорее всего. Так, друзья, что еще вам показать? Давайте пройдем просто здесь. Это всякие моющие. Здесь вообще все пусто. Скорее всего, люди знают, что здесь все это дорого. Моющее – это не еда. Их можно найти в других магазинах и купить гораздо дешевле. Точно так же, как вот и туалетная бумага. Слава богу, что теперь у нас перебоев с туалетной бумагой нет, как было в прошлом году. Но, тем не менее, здесь все дороже и людей не очень много. Что еще вам показать не знаю. Друзья, вы знаете что? Давайте мы с вами, я пойду на кассу. И, наверное, уже дальше я не буду вам ничего больше показывать. Мы с вами посмотрели достаточно, надеюсь, что вы поняли ситуацию. Все везде одно и то же в нынешнее время. Людей здесь немного. Хотя достаточно людей, но сегодня суббота. Учтем это. Так, друзья, задавайте ваши вопросы. Ох, как я не успела. С какой они огромной тележкой. Ах, ах, ах. И здесь, и там. Наверное, вот сюда подойду. С единственным своим маслом. Задавайте ваши вопросы, что бы вы хотели еще узнать, что бы вы хотели еще посмотреть. Я вам с удовольствием покажу. А на этом, друзья, я с вами сегодня прощаюсь. Вот такая у нас была прогулочка по магазинам. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.